Добрый вечер, дамы и господа! В студии Алексей Пляков, Илья Савельев, Анатолий Кузичев. В эфире ослепительное шоу «Профилактика». 19 часов 9 минут московское время, друзья, еще раз всем вам доброго вечера. И наша любимая, и ваша, я надеюсь, любимая, у нас есть основания вас в этом подозревать, рубрика «ЖЗЛ». Что? Да, друзья, ваша любимая рубрика «ЖЗЛ» выйдет в эфир ровно через 3 минуты. Я очень хотел сказать. Команда 2014. Игра уже началась. Ну, вы помните, что каждый день радиостанция «Маяк» дает возможность своим слушателям выиграть набор символик из зимних Олимпийских игр в Сочи и стать одним из претендентов на то, чтобы получить в свое пользование новенькую иномарку. Каждый день в эфире всех наших шоу мы раздаем вот эти промежуточные призы, чтобы потом в день открытия Олимпийских игр в Сочи, друзья, вот разыграть между вами главный. А в чем, собственно, суть этого самого розыгрыша, этого самого конкурса? Очень просто. На сайте 2014-радиомаяк.ру, на сайте этого проекта, необходимо разместить свою фотографию зимней тематики. И мы хотим, мы каждый день это повторяем. Постарайтесь креативно подходить к этому делу. Зимняя тематика, повторяю, не обязательно по поясу снегу. Зимняя тематика. Ну вот, значит, вы размещаете, люди за вас голосуют. Победитель каждого этапа, а каждый этап, повторяю, это в каждом шоу маяка, каждый божий день является промежуточным победителем, помещается на страницу наши победители, и потом между ними уже в супер-игре, в день открытия Олимпийских игр, мы, собственно, разыграем главный приз. Все очень просто. Илья Викторович, пожалуйста, объявите, кто у нас там победитель. Победитель Юлия. Юлия? Да. Откуда же Юлия? Победилась девушка Юлия. Молощина какая. Сборда Москвы, 28 лет. 15 с лишним процентов за нее проголосовали, да? Да. Юлия, прекрасно. Поздравляем. Поздравляем. Вы отправляетесь на страницу победителей, Юлия, в день открытия Олимпийских игр. Держите за себя же кулачки. Может, Стасу, что вы и окажетесь тем самым счастливчиком или счастливицей. Ну а что, а вот теперь, друзья, к нему. Команда 2014. Игра уже началась. Жизнь замечательных людей. Сегодня у нас в гостях Кирилл Эмилевич Разлогов, киновед, кинокритик. И в рамках нашего цикла «Жизел» мы говорим, вернее, в основном Кирилл Эмилевич говорит, а мы задаем вопросы дурацкие, значит, о Федерико Феллине. Здрасте еще раз, Кирилл Эмилевич, добрый вечер. Вы знаете, мне, если позволите, такая мысль пришла в голову, не исключено, что дурацкая, что вот есть мастера искусств, люди, которые снискали широчайшую международную славу и признание, которые у нас, может быть, и известно, но вот именно признание и любви всенародной, так сказать, не снискали. Ну, есть, мне кажется, куча примеров. А есть вот именно мастера искусств, но мы-то о них сейчас говорю, мирового уровня, которые стали нашими. Вот от чего это зависит? С чем это связано? Это связано с очень многими вещами. Это связано, насколько точно человек делает близко и понятно людям в другой стране в данном случае, а еще и в другое время. Насколько правильно рассчитаны всякого рода рекламные мероприятия и компании, которые связаны? Насколько его биографии, события его биографии связаны со страной? Скажем, что здесь мы берем Федериха Феллини. Уже тот факт, что его фильм в восемь с половиной, в шестьдесят третьем году получил со скандалом главный приз Московского международного кинофестиваля, сделал его нашим художником. Не только приехал, он получил этот приз, Григорий Чифрай был обруган как и ПСС за то, что он дал приз в западной картине. В западной картине абсолютно непонятная основной массе зрителей, в том числе всей партийной номенклатуре. Но тем не менее, значит, он тем самым стал героем нашей страны. И когда он вернулся в конце восьмидесятых со своим фильмом интервью, интервью тоже получил главный приз Московского фестиваля. В тот период, как раз когда интерес Московского фестиваля в мире был максимальным, поскольку проходили изменения и в какой-то веке мы стали модными. Федерико Феллини человек чрезвычайно экспансивный, чрезвычайно приятный в общении, абсолютно невысокомерный. Ну и кроме того, он, пожалуй, один из очень немногих дежиссеров, который стал звездой, потому что звездами обычно становятся актеры. Это их профессия. Актеры, футболисты, иногда политические деятели, особо скандальные. Художников крупных, крупных режиссеров среди звезд, как правило, немного. Они известны узкому кругу ценителей прекрасного, они известны коллекционерам, за их произведения платятся миллиарды, их приглашают. Но, тем не менее, так, чтобы он был известен всем, нет. Вот Феллини один из очень немногих режиссеров, в общем, не сказать, единственный режиссер в мире, который известен абсолютно на всей планете. И каждый человек, даже не видевший ни одного его фильма, при слове Феллини скажет, что ты на режиссер. Это тоже очень редкая черта, потому что есть очень крупные режиссеры, великие режиссеры, очень много сделавшие для кино, про которые человек с улицы просто не знает ничего. И даже имени не слышал. Хотя в истории искусства, в истории культуры они, безусловно, останутся. Вот, поэтому это вот такое счастливое истечение обстоятельств, но которые вызваны и, собственно, человеческими качествами, характером, особенностями картин, особенностями карьеры. А характер влияет на эти самые особенности картин? Вот, безусловно. То есть особенность картины это продолжение или проявление характера человека, Вот, безусловно, тут есть и целая прослойка очень хороших профессиональных режиссеров, которые, в первую очередь, профессионалы. То есть они делают то, что нужно делать, и в их фильмах далеко не обязательно просматривается что-то, что непосредственно связано с их индивидуальностью, просматривается их великая профессия. Вот был такой американский режиссер Говард Холкс, который с тем же блеском делал картины во всех жанрах американского кино, которые очень хорошо знают специалисты, очень хорошо зритель, очень хорошо знает его фильмы, знает актеров, которые там снимались, но его самого не знает и не назовет этой фамилией. В Феллине точно наоборот, он назовет фамилию Феллини, а уж потом будет вспоминать, какие там фильмы он сделал. Ну вот, кстати, такой парадокс-то все-таки есть. Знают его все на планете, но я уверен, что, ну, наверное, две трети жителей нашей планеты, посмотрев фильмы Феллини, ничего не поймут. Ну, потому что каждому фильму нужен ключик. Если не знаешь ключика, ничего не понятно. Смотря какие фильмы. Есть фильмы действительно шифроводные, такие как 8,5. Есть фильмы значительно более открытые, такие как «Сладкая жизнь». Его первые фильмы, «Огневарьете», в общем, открыты для зрителя. Его биографическая картина первая «Маменьки на сынки», может быть, не столь впечатляющая, как «Сладкая жизнь», но, безусловно, очень простая. Я думаю, что все зрители, независимо от уровня подготовки, с восторгом будут смотреть, скажем, «Амаркорт» или «Верим Феллини». Но у него есть и картина очень сложная, многоплановая, которой трудно понять и оценить по достоинству. Играм картинного «Дорога», с которой началась такая его большая мировая карьера. Картина с четырехслойным смыслом, с огромным количеством ассоциаций, с огромным количеством каких-то исторических и человеческих, и психоаналитических черт. Которые, конечно же, расшифровывались только критиками, а потом уже критики объясняли окружающим, а что же, собственно говоря, они увидели. — А, вот так, все-таки ключи нужны были. Но если в картине «Дорога» там четыре слоя смыслов, то сколько же было слоев у самого Феллини вообще? — Вот, 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 вот. Мы подходим, собственно, к личности, то, чему посвящена наша программа Жизел. Чтобы наслаивать слои, нужно быть очень опытным кондитером. Нужно получить хорошее кондитерское образование, знать, как заваривается каждый из Крымов, как делается слоёная текста и так далее. — Скажите, пожалуйста. — Кожик снизу был какой-то. Откуда все это? — Это от жизни. Вот это вещь, которая... — То есть от жизни хорошо образованным и, так сказать, философски... — Наоборот, ведь это очень хорошо образованный, как правило, это очень тебя смущает и ограничивает творчество. — Ограничивает, да, согласен. — Есть очень умные, очень образованные режиссёры, фильмы которых далеко не на уровне их образования. Филинин был человеком необразованным, Филинин был практикующим журналистом, Филинин был человеком, который пришёл в культуру, вот эту живую культуру, не ту культуру, которую ты постигаешь в университетах, хотя он был с другой стороны и таким человеком насмотренным и наслышанным. — Как вы знаете, он больше всего любил клоунов, любил цирк. А цирк — это как раз то, что в университетских стенах преподается, если преподается в последнюю очередь. — Ну да. — Он очень любил всякого рода хулиганство. Он очень любил «Бульварную прессу». «Бульварную прессу» у него есть один из фильмов с Альберто Сорди, первых как раз посвящённых. — Да и папарацци от него же пошли. — Вот, папарацци пошли от фильма «Сладкая жизнь». Это имя, фамилия одного из героев, который как раз делает фотографии. И его знания, его ощущения — это были ощущения человека, который очень чувствителен по отношению к окружающей жизни. Потому что мы, вот поскольку у меня есть ещё профессия культуролога, мы культурологи называем «живой культурой». То, что нас окружает, то, что не вычитываешь в книге. И здесь у тебя и действие к этому чуть-чуть, или у тебя к этому чуть-чуть нет. И у тебя есть к этому интерес, или интереса нет. Ты способен это переварить, как бы, и представить в образах, или не способен? — А это осознанное вот это переваривание? Или он просто пропускает и отдаёт? — Нет, это дар. Это дар такой. — Кирилл Ильич, а можно вот, чтобы эффект нападать, мы же тоже практикующие журналисты, максимальный эффект нападать, то, что вы сказали. Можно ли сказать, что глубина филини была продолжением его необразованности? — Безусловно. — Да? Спасибо. — Безусловно. — Извините, мы сейчас пригромимся на короткую рекламу, а потом вернёмся. Дамы и господа, в эфире «Профилактика». Продолжаем, друзья, разговор об удивительном человеке и кинорежиссёре Федерико Феллини. Кирилл Разлогов сегодня у нас в гостях, киновед, культуролог, кинокритик. — Можно про клоунов? — Про клоунов давай. — Потому что это прям нитью прошло через всю жизнь. А когда это появилось, эти клоуны в его жизни? — Я думаю, что клоуны появились в его жизни, когда он был ребёнком и ходил в цирк. У меня нет вот сейчас на памяти его высказываний по этому поводу. Но как бы вот с позиции здравого смысла именно в этом возрасте, в детском возрасте, клоунадо производит особое впечатление. Дальше приходит профессиональное знание о том, как клоуны себя ведут, что за клоунами скрывается. Кстати, вот эту привязанность к клоунам Феллини делилась другим великим режиссёром, Энгваром Бергманом, у которого цирк в фильмах играет очень значительную роль. Но если Бергман всё-таки такой северный и, как правило, довольно мрачная атмосфера в его фильмах, хотя далеко не всегда у него были и комедии, то Феллини, наоборот, такой жизнерадостный средиземноморский темперамент. Хотя, конечно, это не отменяет и не исключает трагизма ситуации и понимание трагизма человеческого существования. «Дорога» — это картина глубоко трагическая. Там построено на столкновении грубой силы и вот такого воздушного, как бы божественного духовного взлёта. И этот духовный взлёт как бы погибает под воздействием грубой силы. И Феллини прекрасно это понимал. Не будем забывать о том, что в его творчестве огромную роль сыграл Джульетта Мазина. Это вообще отдельная глава должна быть нашли. Есть эти фантастические, романтические, невероятные совершенно истории. Вот, и грустные, и драматические между ними. Они расходились, сходились, возвращались друг к другу. И Джульетта Мазина сыграла в карьере Феллини решающую роль. «Дорога» — это Джульетта Мазина, «Ночи к обилии» — это Джульетта Мазина. Поэтому здесь, ну и если позднее творчество взять, то Джинджер и Фреда Джульетта Мазина. У Феллини был альтер-эго, актёром Марчелло Мастрояне, который играл, создавал образы очень биографические в картинах Феллини. И потому, какие свойства характера Феллини ценил Марчелло, мы можем определить, какие свойства характера были свойственны ему самому. герои Марчелло — это люди, как правило, мягкие, люди, которые в той или иной степени оказываются под сильным влиянием окружающих женщин во множественном числе. И которые, тем не менее, обладают достаточной устойчивостью для того, чтобы сохранять свою индивидуальность. Но при этом сомневаются, вот 8,5, если вспомните. Вот, ну 8,5 — это сплошные сомнения. Сладкая жизнь — это просто трагедия. Вот, и здесь, я вспомнил Марчелло, потому что Джинджера Фрайда — это тоже Марчелло Мастрояне и Джульетта Мазина. Вот, поэтому здесь нужно понимать, что у Феллини был такой дар самоанализа в известной мере. Не только самоанализа, но и самопредставление. Потому что, скажем, такая картина, как Амаркорт, безусловно, имеет в себе, правда он отрицал, что она автобиографическая, но признавал, что в ней очень много от его воспоминаний периода юности. Вот, хотя, конечно, картина стилистически выходит за рамки такого бытового продоподобия. Потом в творчестве Феллини ведь было два параллельных потока. И они отражали особенности его характера. С одной стороны, он очень любил такие барочные, экспрессивные, чрезмерные картины, где нарушал запреты, где выходил за пределы дозволенного и допустимого, где намеренно шокировал зрителей вот своей такой программной некультурностью и программной сексуальностью. А это такие картины, как «Сладкая жизнь», такая картина, как «Сатирикон Феллини», такая картина, как «Казанова Феллини». Вот, а между ними он делал картины очень мягкие, очень трогательные, очень заземленные, очень бытовые. Это «Имаментин СНТ» — первая картина про его родной город Римени. Это «Ирим Феллини» — картина про его любимый город Рим. Это «Ямаркорт», в котором есть, конечно, чрезмерности, но значительно больше такого человеческой заземленности. И это, вот эти две линии, они развиваются как бы параллельно. Можно сказать, что это объясняется тем, что для таких больших постановочных барочных картин нужны были большие бюджеты. И, как бы, потратив на одну картину большой бюджет, найдя этот большой бюджет, следующую картину Феллини делал как бы для себя. «Клоуны» — вот такая тоже локальная, простая картина. — Прошу прощения, вот вы, Колиш, вы сказали про бюджеты, это очень интересно. А Феллини был и остается, возможно, коммерчески успешным режиссером? — В целом, да. В целом, да. То есть большинство его картин так или иначе окупались или давали прибыль. Точно я это не проверял, это можно проверить. Но, во-первых, потому что значительная часть его картин была относительно малобюджетна, в сравнении с его известностью. Вот. Что касается больших постановочных картин, вот я не знаю, что Терекон окупился, например, или нет. Сладкая жизнь... — Но, в принципе, общее ощущение, что Феллини был, так сказать... — Феллини, он же работал беспрерывно, и у него никогда не было трудностей для того, чтобы найти какие-то деньги. — Под него давали деньги. — Знаете, я слышал такую версию, уж не поручусь, я читал ее, что, например, есть такой режиссер Вуди Ален, который тоже по щелчку пальцев все принесут, и просто очередь будет стоять людей, которые принесут ему деньги на съемки фильма. При том, что очень невысока вероятность, что это хоть как-то окупится, отобьется и вернется. Вот есть такая версия относительно Вуди Алена. — Да, но зато все окупается и возвращается, потому что картина Вуди Алена очень низкобюджетная. — Ну да, это правда. — Для него нужно зрителей в сто раз меньше или в тысячу раз меньше. — И пару тысяч долларов на сумке, да? — Вот, и на самом деле как бы одно имя его достаточно для того, чтобы... Это я обычно привожу в примет своим студентам, когда говорят коммерческое кино, не коммерческое кино. Ведь коммерческая ценность кино определяется разницей между расходами и доходами. Чтобы окупить там ту же картину Бергмана после репетиции, где три актера на сцене, и где имя Бергмана гарантирует продаж всем телевизионным станциям. Вот, это никаких проблем. А чтобы купить Бенгура Вильяма Уайлера с этими самыми колесницами древними, с погонями, с выстроенными декорациями, тут миллионы и миллионы зрителей нужны. Поэтому здесь разные картины. — Понятно. — И Феллини в этом плане не был самым расточительным режиссером. Хотя у него были картины, ну, относительно для европейского кино, оно, во всяком случае, с такими довольно солидными бюджетами. — А в жизни он был такой же, вот как свои большие фильмы? — Вот. — Ну, то есть это тоже было какое-то барочное вот это вот излишество? — В жизни он был разный. — У него уже очень такая была очень тонкая чувствительность к различным ситуациям, в котором ты оказываешься, когда ты занимаешься вот этой самой творческой деятельностью. Творчество, оно так или иначе воспринималось им как не только как радость, но и как мучение. Один из самых незабываемых эпизодов сладкой жизни, когда Марчелло, герой картины, приводит своего отца, развлекать своего отца, тому становится плохо. Он, отец, хочет как бы тоже приобщиться вот к этим развлечениям, но у него это не получается. Он просто по состоянию здоровья, по возрасту, по чему угодно. И к этому Феллине, который тогда был в момент сладкой жизни, он был еще относительно молодым человеком, у него вот это вот на собственную биографию он это примерить не мог, но это он очень тонко и четко чувствовал. Поэтому да, как всякий кинематографист, известный, знаменитый, он принимал участие в светской жизни, хотя опять-таки не позволял себе каких-то особых эксцессов. И в тот период, когда он был женат на Жюлете Мазине, публично он появлялся в основном с ней, что у него там было за пределами. У него очень-то хорошая, это самые цитаты, которые любят повторять, что легче сохранять верность ресторану, чем сохранить верность женщине. Вот он был. А вот эта характеристика. Давайте сейчас прервемся на короткие новости, ладно, Кирилл Дмитриевич? И потом вернемся. Жизнь замечательных людей. Продолжаем разговор. Разговор Кирилл Разлогов. Сегодня у нас в гостях говорим о Федерико Феллине. Я предлагаю вот, немножечко отмотать назад. И меня вот какой аспект волнует. Как практикующий журналист становится гениальным режиссером? Ну, это довольно часто. Но, в самом деле, не исключительное явление. Практикующий журналист вращается в определенных кругах, практикующий журналист амбициозен и хочет стать режиссером. А, то есть он хочет стать режиссером? Конечно, конечно. Если он не хочет стать режиссером, его никто туда не пустит. Это требует определенных усилий. Даже для самого талантливого человека. Он находит возможности дебютировать. И в данном случае он первую свою картину «Огневарьете» снял с Альберта Латуады, уже известным режиссером. И как бы вот в этом тандеме они каким-то образом стали авторами этой картины. Картина им не принесла особого успеха, но и не опозорила. То есть они доказали, что они способны работать в кино. Более того, она по тематике, по атмосфере была близка дарованию и пристрастиям Феллини. У Чаплина были «Огни Большого Города», здесь «Огневарьете». Потом следующая картина у него была по бульварной литературе с Альбертом Сорти. Он нашел актера, который был уже звездой к тому времени и который в него поверил. Затем он сделал картину, которая была связана с его собственной биографией, с его родным городом Римени. И здесь он просто показал хорошее знание. Но вот для того, чтобы стать звездой и знаменитым режиссером здесь, нужно было определенное стечение обстоятельств. И вот это стечение обстоятельств привело к тому, что Феллини сформировался как режиссер. Первое время он же работал как актер. Он был актером у Роберта Расселлини. Снимался с Анной Маньяне. Он писал сценарии. То есть он, помимо того, что он был журналистом, он еще и был автором сценариев и уже довольно долго как бы крутился вот в этой кинографической среде. Это был период формирования итальянского неореализма, как раз когда были нужны новые имена, новые фамилии, новые подходы. И так же, как Микеланджело Антониони, он сформировался в русле неореализма. Но он был, так же, как и Антониони, одним из тех, кто вырвался из такого бытового неореализма. Потому что неореализм, он после того, как вот такой пик прошел, такого бытового правдоводобия, нового реализма, хотя, конечно, когда мы сейчас смотрим неореалистические картины, типа «Поседители велосипедов», они предстают просто такими довольно условными мелодрамами. В сороковые годы казалось, что вот это вот та самая-самая-самая-самая реальность. Вот. Но в какой-то момент неореализм, может быть, утомил зрителей, может быть, утомил начальство, которое постоянно раздражало, эта чернуха, которая с экрана шла. И он одной своей ветвью ушел в так называемую комедию по-итальянски «Розовый неореализм» с популярными актрисами. Вообще такой «Розовый неореализм». «Розовый неореализм» это те же самые по бытовому правдоподобию картины, как у неореалистов, но вместо драматических жизненных коллизий и трагических концовок, вот, это фильм, имеющий счастливый конец. Вот. Ну, был целый цикл «Хлеб, любовь и фантазия», «Хлеб, любовь и ревность», «Бедные, но прекрасные», «Прекрасные, но бедные». Вот. Это все та же самая простая жизнь простых людей, показанная абсолютно достоверно, но вот с таким розовым оттенком. Вот. А вторая ветвь, вот, которую представлял как раз Феллини ушла от такого неореализма внешнего в неореализм внутренний. Психологию, сложности человеческих характеров, парадоксальность индивидуальности. И здесь, конечно, ему повезло, во-первых, что он встретил Джульету Мазину, во-вторых, что, как бы, вот фильм «Дорога» прозвучал очень сильно и вовремя. Там снялся известный американский актер Антони Куин, который любил сниматься в Италии, любил сниматься в Европе. Там снялся Ричард Бейсхарт. Но это была относительно дешевая картина, всего три персонажа и такая, я бы сказал, философская драма между ними. И тогда на картину очень сильно налетали, ее критиковали, ее критиковали коммунисты, ее во многом критиковали и католики за такой неортодоксальный подход к духовной жизни человека. Но именно благодаря этой критике с двух сторон картина прозвучала и сделала Феллини знаменитым. Он получил первый раз премию за Оскар за лучший иностранный фильм. Кстати, четыре из его картин выдвигались на Оскар по категории лучший иностранный фильм и все четыре получили Оскар. То есть у Феллини с Оскаром очень хорошо, чуть ли не лучше всех в Европе, нет? Ну, в принципе, очень хорошо, потому что четыре из четырех практически. Сколько раз его выдвигали, столько раз он и выигрывал. А всего пять вроде бы. Вот. Плюс последний вот этот вот за совокупность этого называется. Пятый это почетный Оскар за совокупность, за карьеру. Вот. Значит, и дорога как бы сразу заставила о нем говорить, как о явлении. Дальше он сделал, опять-таки опираясь на Джульетту Мазину, сделал фильм «Ночь к обидеи». И одна улыбка к обидеи в финале стала абсолютно притчей во языцах, сделала и Джульетту знаменитой, и Феллини знаменитой. И история для него была очень характерна, очень мрачная, драматичная история, история проститутки, которая обманывает ее поклонник, и, кажется, как бы все разрушено, и перспективы никакой нету, в общем, почти как в классическом неореализме. И тут в финале, когда она идет уже все потерявшее, краденное, брошенное, идет по дороге и встречает людей по пути, она вдруг им улыбается. Вот, эта улыбка к обидеи вошла в историю кино как улыбка, которая как бы превращает в хэппи-энд то, что на самом деле должно было быть полной трагедией. Вот, и в этом сила дарования Этфелине, что он может вот в каждом явлении увидеть его противоположность и каким-то образом это показать. Дальше как бы мальчик из провинции Федерика Этфелине, вырвавшись из Рима в Рим, показывает распад вот этой вот культурно-развлечения. Опять-таки взял в качестве героя журналист, он раньше был журналистом, опыт такой был. И жизнь этого журналистов в своеобразном калейдоскопе сенсаций, когда ружатся все человеческие связи. Опять-таки самая прозорливая часть вот этой картины и самая трагическая это такой взгляд на такую изощренную творческую интеллигенцию. Там один из эпизодов связан с Штейнером, который собирает вокруг себя там поэтов, писателей, лучших людей. У него вроде в доме вот этот вот такой круг изощренных художников собирается и вдруг неожиданно он кончает с собой. То есть вот вроде бы все благополучно, но на самом деле это происходит на фоне полного пессимизма, полного краха, полный... Герой не кончает с собой, но герой теряет свою жизнь, теряет людей вокруг себя, теряет женщин, с которыми он был близок. Вот. И видит только одну девочку, которая очень похожа на ангела, падает перед ней на колени и как бы ну она уходит от него в сторону, показывая, что он-то уже потерян, у него уже все. Понятно. Вот. А дальше восемь с половиной, тоже творческий кризис, тот же Марчелло Мастрояни и Альтерега Феллини и опять-таки он переживает вот все эти самые фазы творческого кризиса, вы, может быть, помните, если видели эту картину. Но это параллельно из процесса, то есть то, что происходит на экране, происходит и в жизни у Феллини. А вот этот самый главный мой вопрос был еще при просмотре тогда этого фильма. Как может человек, который сомневается в том, что он делает, делать фильм про то, как он сомневается в том, что он делает? Вот этот цикл такой. Ну это механизм психологический довольно понятный. Я не профессиональный психолог, у меня дочь профессиональный психолог. Но я могу сказать, что очень часто именно в действии, именно в том, что ты во что-то вторгаешься и что-то начинаешь делать, для тебя это терапевтическая процедура. Если ты просто сидишь и это есть такая очень тоже трогательная картина французского режиссера Лена Рене, которая называется «Мой американский дядюшка», где проводится параллель такой трехэтажный, не буду подробно рассказывать, «Мой американский дядюшка французский дядюшка» и «Мой американский дядюшка». Но одно скажу, что у него там все коллизии иллюстрируются экспериментами с мышами. Если мыши сидят в клетке и пускается ток, если мышь одна, она попадает в полную депрессию и как бы погибает. А если в этой же клетке сидит другая мышь, то они начинают бросаться друг на друга и, атакуя друг друга, они спасаются от этой депрессии. Аналогичный режиссер, когда он чувствует, что он вроде бы не может сделать того, что он хочет, он делает фильм о том, что он не может сделать то, что он хочет. — То есть все творчество Феллини получается это способ разрешить какие-то свои внутренние конфликты, а мы лишь свидетели этого процесса. — Прошу прощения, я думаю, что любое творчество для этого. Об этом. — Вот, я думаю, что во всяком случае нужно обладать довольно сильными такими вот нереализованными эмоциями, нереализованными проектами. — Конечно, чтобы их реализовывать, а иначе смысл. С полным фильмом трансформировали. — Да, вот. Обычно очень очень несчастные люди бывают лучшими творцами. Вот. Или, как говорил Ганушкин, значит, гения обладают повышенной чувствительностью к конфликтам эпохи, но это не значит, что в биологическом смысле они абсолютно безупречные организмы. Были бы безупречными организмами, они бы не были деньниями. — Тогда какой главный, я не знаю, это не комплекс, в чем Феллини не реализовался и из-за этого получилось такое шикарное творчество? Если он был самый успешный, шикарный мужчина. — Условно говоря, в чем главная проблема, которую он преодолевал бесконечно? — Да. — В чем он боролся? — Я думаю, чтобы это была проблема его эпохи. Проблема эпохи у него и у Антониони была проблема некоммуникабельности, проблема отсутствия подлинных связей с другими людьми. — Ох, его бы к нам сейчас. Ох, ждите. — Так это не было ни в Фейсбук, ни в ВКонтакте. В чем была проблема? В чем была проблема коммуникации? Она всегда была. — Вот. Проблема была в том, что ты можешь быть как бы быть окруженным людьми. Вот та же история Штейнера в «Сладкой жизни». Ты можешь быть окруженным людьми, ты можешь быть окруженным друзьями, ты можешь быть там любовники и любовницы, ты можешь быть близким. Но в конечном итоге ты, даже будучи в очень близких отношениях с каким-то человеком, — Это не сбавляет тебя от одиночества абсолютно. Не понимаешь, что он для тебя недосягаем. Понимаешь, что вот подлинной коммуникации ты с ним достичь не можешь. — Нам еще один нужен. Нам нужен яркий заголовок. Я предлагаю так. Одиночество среди толп людей. — Да, в толпе. Одиночество в толпе. — Да, Джульетта Мазини. — Вот. Джульетта Мазини — Стоп, стоп, стоп. Это отдельная тема. Подождите. Взаимоотношения Феллини. Вообще, вы произнесли, я думаю, эти два главных имени, наверное, Дама Строяния и Мазина. Возможно, еще Расселини. — Вот. Но Расселини для начала. — Для начала карьеры, да. А это, кстати, это тот самый Расселини? Это отец Изабеллы? — А, это отец Изабеллы. — А, это хорошо. — Это отец Изабеллы и любовник Ингрид Берман. — Ингрид Берман. — Да, понятно. Хороший человек. Давай сейчас с Джульеттой Мазиной. Там же какая-то... Я не помню, не знаю, это же всю историю, но я помню, меня так потрясло, когда он умер в начале 90-х годов в Феллине. Туда очень описывали подробно, как она завещала похоронить себе фотографию Феллини в руке и так далее. Да? Вот. Я повторяю, не знаю всех там, не у нюансовых отношений, потому что они действительно много раз расходились, сходились и так далее, но что-то вообще так очень романтическое по итогу. Ужасно глубокое и долгое. — К концу жизни обычно, если люди как бы не расходятся врагами, а продолжают общаться, обычно все противоречия каким-то образом снимаются в предчувствии смерти. Это такая домашняя психология, в которой психолог может схватить меня за руку и сказать, куда ты лезешь. — У нас твой психологов не смущаетесь. — Нет, я не смущаюсь, я просто трезво оцениваю. И это на основе просто жизненного опыта делается. Вот. У них, естественно, была такая романтическая история, было сотрудничество, благодаря которому, собственно говоря, Феллини сделал несколько своих лучших картин. Были перерывы в совместной жизни. Вот. Но что было еще, и о чем, собственно говоря, все картины Феллини, было еще вокруг множества женщин. Очень трудно сказать, были ли вокруг Джулеты, ну, вокруг Джулеты были мужчины, были ли у нее мужчины, помимо Феллини. Это как бы вопрос биографов уже. Вот. И я думаю, что вот эта вот такая экспансивность, любвеобильность Феллини, который никогда не скрывал того, что он любил женщин, хороших и разных, вот, не добавляла стабильности браку и их отношения. И проблемы здесь возникали очень часто, я думаю, и очень такие естественные человеческие проблемы. Сейчас мы, прошу прощения, мы прервемся на 30 секунд, друзья, и сразу после этой паузы вернемся к нашей беседе с Кириллом Разлоговым. Жизнь замечательных людей. Продолжаем. Мы, вернее, уже вышли на финишную прямую. Понятно, что любвеобильность, которую он и не скрывал Феллини, не была за залогом долгой, стабильной и спокойной, так сказать, семейной жизни. Это понятно. Но тем не менее, да. Была картина Джульетта и Духи, которая считается, что вот они в ней свели счет друг с другом и после этого даже на какое-то время разошлись. Она не самая удачная картина Феллини, самая удачная картина их вместе, но вот такое ощущение такой некой такой чрезмерности в отношениях, оно вытекает из этого фильма. А потом они уже встретились в фильме Джинджер и Фред, когда два совсем старых лиц идея понимают, что жизнь их подходит к концу и тем не менее сохраняют верность своему искусству. А формально хорошо, когда они умерли, причем там с небольшой разницей в 93-м, в 94-м году. Пять месяцев. Пять месяцев, вот. А они формально были в браке? Насколько я знаю, да, потому что Италия это католическая страна. А, то есть вообще там не то, что... И все это время они были в браке. И разводы там... Это была проблема расселения, кстати, которого мы упомянули, который как бы состоял в связи с Ингрид Бербан, но он не мог расторгнуть брата своей спорой. Не более. А правда говорят, что у него, у Феллини идеал красоты были высокие пышногрудые блондинки? Ну, Джузепп Мазина, она не совсем подходит под это описание. Ну, у него были разные. Он был разнообразным и любвеобильным человеком. И он сказал, разные женщины как хорошие и разные. Вот. Там же, не забудьте Сарадину, которая, вот эта толстая такая баба, которая демонстрирует все свои прелести в фильме. Она в двух фильмах у него. Она у него в, если я не ошибаюсь, в восьми с половиной и в... Помню, где-то еще в второй картине тоже. Вот. Она вот такое воплощение чистого секса. А с другой стороны, Жюлета Мазина воплощение чистой духовности во многих его картинах. А рядом есть Клаудия Кардинали воплощение такой... Невероятной красоты. ...почти девственной чистоты. Клаудия Кардинали она была музой и его, и Лукина Висконти, который с большим удовольствием с ней... Вот. К Кардинали как раз общался довольно много, она мне много чего рассказывала. Вот. С удовольствием совсем юной девочкой ходил по ресторанам, гулял, его видели. И для Феллини для нее был тоже... Она была для Феллини таким светом в конце туннеля, а он был для нее абсолютным гением. И ее поклонение, конечно, ему нравилось. Вот. Так что здесь посмотрите на вереницу великих актрис и великих женщин у Марчелло в сладкой жизни. Анука, и Мэнни в «Шесть, шесть жизни», которая сыграла множество ролей и стала благодаря фильмам «Мужчина и женщина» чуть ли не символом такой вот свободной женщины нового времени. Вот. Так что, ну, он был режиссером, он был окружен актрисами. Понятно. Он женщин. Кружен поклонницами. Понятно. Про техническую можно сторону фильмов? Потому что, когда смотришь эти его произведения, не очень понятно, как вообще сценарно это написано. То есть, сценарий в том понимании, в котором нам это... Мы представляем себе сценарий написанный. То есть, по репликам, по описаниям, генотекстам и так далее. Я не представляю, как себе это написать. У него был какой-то вот свой особый подход и в чем он заключался? Ну, поскольку он был полным автором своих фильмов, правило, автором сценариев, даже когда в основе лежали какие-то литературные произведения, типа, иконы Петруния. Вот. Он позволял себе импровизировать, позволял импровизировать своим актерам и было достаточно... Потому что, есть два типа режиссеров. Есть такие перфекционисты, которые добиваются точности и совершенства. Это был Стэнли Кубрик, скажем, или у нас Андрей Звядинцев, который как бы вот точно и идеально оттачивает каждую деталь. А есть люди, которые полагаются на интуицию, полагаются на актерские изобретения, полагаются на то, как сложится атмосфера на съемочной площадке. На момент. Успели в момент записывать. Да, и он в этом плане Феллини был достаточно либеральным по отношению к своим исполнителям, хотя я думаю, что в голове у него всегда был очень четкий и жесткий план, о чем свидетельствует такая картина, как репетиция оркестров. С одной стороны полный хаос, а с другой стороны полная жесткая почти музыкальная организация. А расскажите нам, Кирилл Емельевич, мы же не очень хорошо, я, по крайней мере, понимаю в кинопроцессе, вот вы говорите, что режиссер либерал, значит, вот актеры импровизируете, ребята, и импровизируете. Но он же должен, если он режиссер, если он все это время режиссер, если это его картина, если он ее полный автор, он же где-то, он должен где-то жестко рукой, тем не менее, поставить туда, куда нужно, ту сторону, я не знаю, или нет, или он наслаждается, думает, вообще даже менять, отлично. Это очень по-разному бывает. Как это происходит вообще? Я был на разных съемочных площадках, могу сказать, что это происходит очень по-разному. Вот. Ну, во-первых, съемки, это очень сложная, многоплановая вещь, в которой участвует большое количество людей. И в большом количестве людей ты не всегда понимаешь, кто же придумал что-то гениальное, что сделало эту сцену незабываемой. А что, стоп, что делает режиссер? Вот смотрите, там блестящие актеры, они, значит, блестяще импровизируют. Оператор знает свое дело, а светитель светит так, что просто закачаешься. А ты-то что делаешь, режиссер? А что делает дирижер оркестра? Дирижирует. Вот, вот режиссер тоже дирижирует. При том, что он еще при этом автор сценария, он вообще все делает. Он придумывает сюжет, он придумывает сцену, он приглашает тех актеров, которые он считает нужным. правда, в содружестве с продюсером, потому что сейчас продюсерский кинематограф в моде. Вот, но продюсеры никогда не могли как бы в этом плане диктовать свою волю таким мастерам такого уровня, как Феллини, когда он уже стал великим. Вот, поэтому он чувствует, он чувствует атмосферу, он чувствует, что может сделать, как может сделать человек. Потом это очень тонкая психологическая работа. Как ты можешь заставить актера там или актрису сыграть то, что тебе нужно. Иногда ты должен их каким-то образом толкнуть, обидеть, сказать, что вот у них ничего не получается, никогда не получится, что они бездарят. Тут же актриса начнет плакать, и тебе нужно, чтобы она заплакала. То есть, это у каждого своя метода. Есть люди, которые как бы руководят актерами, а есть люди, которые сочувствуют актерам, которые любят актера, и которые отвечают взаимностью. Вот Феллини из какой категории? Вот. Безусловно, из людей, любящих актеров. Вот. А у нас, скажем, не Сергеевич Михалков относится к этой же категории. Вот. То есть, он с актерами чувствует себя абсолютно, и Феллини, и Михалков, абсолютно органично. Он как бы вот свой человек. Потому что и сами были актерами, причем отличными. Да. И сами были актерами, понимают, что это такое, и ощущения есть, и так далее. Вот. Здесь нужно сказать, что это особый дар. Вот. Особый дар. который у Феллини, безусловно, был. Ну вот, смотрите, как красиво мы подошли к финалу нашей программы. По программе дар, я предлагаю это, значит, ключевым словом нашей беседы с Кириллом Ильичем. Все не объясняет, но многое, да. Кирилл Разлогов был сегодня с нами в рубрике ЖЗЛ, говорили о Федерико Феллине. Кириллу Ильичу, огромное вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»!